Добрый день, уважаемые трейдер-инвесторы. Сегодня 2 мая, вторник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, приближается важный новостной денечек, который будет не сегодня, а завтра. Ставка по доллару. Все ожидают, что будет повышать, что там ястребы, голуби, голуби, ястребы. Но, судя по движениям на валютном рынке, видно, что народ заряжается на ястребиный накал страстей. И, по большому счету, многие инструменты подсказывают нам об этом. Давайте обсудим эти и другие идеи на графике. Поехали. Переключаемся к золоту. Значит, что сегодня любопытно. Я сегодня наваял несколько статей. Все они на укрепление американского доллара. Фунт уже частично отработал. Важным-важным событием завтрашнего дня, не сегодняшнего, а завтрашнего, будет и вечерком вот эти вот новости. Ставка, пресс-конференция в 21.30. Полчаса между этими новостями. Вот, что любопытно. Рынки, рынки под это дело закладываются. Закладываются и уже видно невооруженным глазом, что прям вчера начались золотые такие супер-шорты. Подразвили немножко продавцов. Но напоминаю, что по золоту очень важная зона скопления ликвидности покупателей находится на котировочке. 1968 долларов за никому не понятную тройскую унцию. Именно здесь, на мой сугубо некомпетентный взгляд, скапливается ликвидность покупателей, которые уже, вот у меня аж 4, да, 2 недели, третью неделю подряд покупатели покупают. Да, такое бывает и могут выставить свои риски только вот в эту зону, зону вот этого уровня. Но с другой стороны, продавцы тоже, их тоже держат. Вот, но вчера такой сброс был, мощное поглощение на Америке. Я не удивлюсь, что мы улетим вот таким вот образом. Если бы новости были бы сегодня, например, было бы классно на самом деле. Но я не удивлюсь, что мы еще можем постоять, протупить еще сутки с небольшим и потом только свалиться. Но кто знает, может быть на ожиданиях истребиной политики чиновников Федеральной резервной системы трейдунишки не сорвутся и не начнут массово шортить зло. И это может привести именно к пробою вот этого уровня. И здесь находится 161-я ФИБа, кстати. И сегодня я давал героическую торговую идею на понижение золота от вот этого импульса, который произошел вчера с отката. Если его дадут на обновление вот этих лоев. Что может произойти на новостях, никто не знает. Может быть именно от этого уровня мы дальше пойдем уже наверх, уже забирать вот эту верхнюю ликвидность. Может быть продавим еще и даже вот этих вот покупателей как вариант. И уже отсюда пойдет большая трешка уже вот такого масштаба. Это А, это Б, вот полтосик видите болтается, здесь 61-я. Здесь конечно надо будет смотреть уже по месту. То есть трешечка может зарядиться либо отсюда, либо отсюда. Поэтому вы должны напрячь свои трейдерские булочки и присмотреться к этим местам, потратить время. Потому что цена вопроса 2075 долларов за тройскую лунцу это уровень, о котором я мечтаю уже давно. И надеюсь, что с одного из этих откатов, которые показаны у меня на графике, мы все-таки бахнем именно вот сюда. Напоминаю, это уровень не абы какой, это 20-й год и 22-й год и впереди у нас текущий 23-й, который может поднять золотые котировки до экстремальных исторических значений. Переходим в доллар канадцу. Доллар канадец потихонечку вкатывает. Вот напоминаю, что мой план на понижение остается в силе. И вот я считаю, что доллары должны стоить дешево. Гораздо дешевле, чем они стоят сейчас. В принципе, один из шансов зацепиться в эти шорты, показываемый у меня на графике, я давал об этом статью. Евро-доллар. Сегодня мы с ребятками в чате на шортюкали еврик. Он откатил как раз в полтосика, видите, да, и обновил свое двойное дно. Очень технично, очень технично упал на сорокет. Возможно, это только начало движения, потому что напоминаю, что скопление ликвидности покупателей, вот здесь вот, оно притягивает котировки как магнитом. Вот, и мы рано либо поздно мы увидим вот эти обновления, потому что так случается регулярно. Фунт-доллар сегодня тоже дал трешечку от слома. Этот слом, кстати, было видно не только из космоса, но и на аж четвертом таймфрейме. То есть, слом структуры, шортовый импульс, откат, тест в этот слом и пошла жара вниз. Напоминаю, что падение по фунту я планирую дальше, чем по евро, потому что скопление лонговой ликвидности находится ниже, ниже. То есть, до нее еще 1300 невероятных для некоторых пунктов. Доллар-иена, доллар-иена, план на захват этой двойной вершины потихонечку реализуется. Вот, локальное укрепление доллара перед заседанием федеральной пока еще резервной системы в силе. Я думаю, это все обновится. Вот, и потом уже можно будет с отката. Напоминаю, что идея на понижение все та же. Есть импульс, есть откат. Ждем полтосика. И в этой зоне напрягаемся в шортике, вот, и держим до вот этого уровня, который называется 126. Вы, конечно, скажете, что я странный чувачок, вот, но рано либо поздно это все отрабатывается. Нужно просто контролировать риски. Доллар-франк. Доллар-франк здесь показывает нам чудеса отскоков. Вот, это здорово. Для некоторых это прям весело. И можете подфиксить часть лонгов, если набирали на пробои вот этого 21-го года экстремума. Но я предпочел бы купить сеточкой ниже 20-го года. Да, и все думали, что это дно. А нет. Так, канадец франк. Вот, на укреплении доллара немножко подрос. Потому что, ну, укрепляется канадский доллар, потому что укрепляется американский. Это те еще братья. Вот, и, возможно, инструмент дарит шанс скинуться нам при своих и забыть пока на время про этот инструмент. Канадец иена. Если вы, если вы такой бешеный тридуненок, то можете попытать счастье в канадце иене на пробое уровня, который буквально недавно произошел. Да, набрать сеточку шортов с шагом не менее 1000 пунктов и выйти. Ну, к примеру, мы прилетим вот в этот слом, вы наберете сеточку шортов, это вам будет стоить полкило нервов и 4000 пунктов. С шагом 2000 пунктов у вас тут пару-тройку сделочек и возврат к зеркалу, и вы массово обогащаетесь. Франк иена. Франк иена немножко сдувается. Напоминаю, что план на понижение в силе. Вот я считаю, что инструмент должен стоить немножко дешево. Как минимум, как минимум на зеркальный уровень 151. И вы скажете, что я очередной раз, что я очень странный аналитик, но мое сугубо некомпетентное мнение 137. 137. Это двойное дно, мы рано либо поздно здесь пропишемся, друзья мои. Поэтому заработать здесь можно только сеточками. Вот разбрасывая в этой зоне, и если будет хороший проход вниз, то оставить часть безубыточных позиций до вот этого уровня и массово обогатиться на 137 уровне. Ауди Кат. Ауди Кат сегодня. Сегодня банк Австралии поднял ставку больше, чем ожидалось. Вот они решили пойти на рекорд. Вот, ну, хозяин Барин, как говорится. Ауди, естественно, везде, Австралийск везде подрос, все это здорово. Но в этом инструменте нам здесь заработать не было возможности. Новозеландец Каналец пока болтается, не хочет никуда идти. Ждем его выше каких-то краев, до которых он еще не дошел. Новозеландец Франк. Если вы набирали этот инструмент по моим непутевым торговым идеям, то уже сейчас вы можете видеть на своем 4-долларовом счете 1216 долларов. Вот, и вы можете счастливым, дрожащим, отчасти пальцем нажать кнопочку «Close order». Вот, привет, моя учительница по английскому языку, Рейси Дмитриевне. И тем самым прибавить к вашему семейному бюджету 2-3% дохода. Торговую идею, считаю, как бы по этому инструменту относительно отработанной. Нам нужно было тест зеркала, нам дали больше. Забирай, беги. Так, новозеландец, австралийц Новозеландец сегодня тоже гуляет. Почему? Потому что банк Англии, банк, говорю банк Англии, ну по большому счету это одно и то же. Что банк Англии, что банк Австралии, если у них там даже не эти, не президенты там, а губернаторы. Что это такое вообще? Мы еще в колонии живем. Но, однако же, однако же, австралийц сегодня подгулял наверх, но пока это не дает нам возможности раскинуть щедрую, но хитрую сетку лимитных ордеров. Нефтяночка подваливает, подваливает. Мои мечты купить жижу по 70 американскую пока еще остаются мечтами, но и надежды я не теряю. Газик пока нигде никак, я уже смотрю недельные таймфреймы, скоро я по нему буду смотреть, наверное, месячные. Биточек идет по моему древнерусскому сценарию на понижение в рамках трехволновой структуры А, Б, С. И надеюсь, что этот инструмент как минимум достигнет минимума прошлой недели. И все вот эти кони, которые проходили в последнее время, принесут нам немножко денюшек. 26. Ни хрена не вижу, сами посмотрите. То есть вот этот уровень и вот этот, ну я здесь показывал, как пойдет, а вот этот второй будет. Ну я думаю, вы с моими каракулями разберетесь. Так, доллар-рубль, доллар-рубль, что-то вообще творить. Я хотел крипту вывести, а он начинает здесь баловаться. То есть доллар немножко просел, вот на Форексе он нормально. Ну, я думаю, что там всякие валютные выручки и так далее здесь играют свою роль. Американская фонда пока стоит, стоит, не дышит. Почему? Потому что завтра ставка. И все не знают, насколько это все дело будет предсказуемым. Но S&P давит на свои хая-годы. Я думаю, что продавит их с большой вероятностью. То есть везде, где S&P давит на хая, эти все хая переписываются с огромной вероятностью. Европа, DAX и STOX тоже сдуваются. Пока ничего любопытного нет. Что прикольно, что STOX после обновления исторических своих хаев. Напоминаю, что STOX обновлял вершину-вершину вообще всего на свете, что он только вообще достигал когда-то и пошел сдуваться. Так, а что касается наших страшнющих кроссов, страшнющих. Меня интересует евро-ауди, который сегодня отработал нашу сеточку. И вы можете понажимать к лозе ордера и свои к лозе вот эти все вывести. И потратить на праздничные явства. Явства. Евро-кадик. Евро-кадик пока не дошел до наших зон. Сильверок болтается пока. Что-то тут какие-то шпили тут понарисовал. Кстати, в золоте не было. Прикольно. Если я рисую вот такие истории, не нужно продавать. Это зона для покупок. То есть, если волею судьбы Сильверок упадет вот в двадцаточку, я, как истинный спекулянтишка, с удовольствием его приобрету. Так, что я хотел еще знать чуть-чуть. Теслу я хотел посмотреть. Теслу, да. Напоминаю, что старая бородатая идея на рост Теслы от 50% отката, от роста начала года, она продолжает быть актуальна. И вы можете здесь среднесрочно подзарядиться в лонге. Так, давайте перейдем к ответам на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. 642 просмотра. Меня никто не смотрит. Я никому не нужен. Но что поделать. Франк Йена, Тил 127. Я не знаю, что такое Тил, поэтому мы идем дальше. Павел, комментарий к последнему мастер-классу. Все-таки Мартин Гейл можно применять. Только трейдерам с опытом. Он однозначно вытащит в плюс. Не однозначно. Но вытаскивает. Только трейдеры вашего, Андрей, для других лучше применять метод разгона депозитов в три колена. Кольена надо писать, да? Ну, что я скажу, Павел. Мартин страшен в том случае, если у вас нет стопа. Если вы торгуете Мартином со стопами, то он не страшен. Потому что ваши риски, они будут известны. Люди теряют на Мартине, когда у них бесконечные, скажем, риски. Грубо говоря, цена падает и падает. Чек покупает и покупает, увеличивает ставки. Но если вы имеете какой-то слом и при подходе цены к этому слому начинаете набирать сетку с Мартином, то ваш сценарий отменится тогда, когда этот слом пробьется. Все. И вы заранее можете определить, сколько вам это будет стоить. Допустим, на каждый слом вы кидаете по 100 долларов, по 300. Ну, я имею в виду, в общем-то, там три колена, если вы раскинете, к примеру, от вашего слома, вы знаете, что больше 300 вы не потеряете. Но, к примеру, цена не идет и пробивает ваш слом. Смысла держать эту сетку дальше не имеет под собой никакого основания. Нет смысла держать сетку, потому что слом не держит. Понимаете? То есть, здесь нету таких вот ожиданий, что цена вернется, цена вернет. Почему? У вас система. Рынок либо тестирует сломы и отскакивает, либо он их пробивает и может дальше валиться еще бесконечно. И не хватит никаких денег, это все вам пересиживает. Есть такая старая пословица трейдерская. Рынок может быть иррациональным гораздо больше времени, нежели вы можете оставаться платежеспособными. Поэтому, если цена не идет и, допустим, ваш слом пробивается в другую сторону, то и вы говорите, что рынок нерациональный и принимаете убыток. Потому что, если вы оставите его держать дальше, ну, этот убыток держать, то, следуя пословице, это может происходить гораздо больше времени, нежели вы можете оставаться платежеспособными. Если вы понимаете половину слов, которых я говорю, поставьте лайк под этим видео. Ольга Воробьева. Золото в треугольник. Шеф. Да, золото в треугольнике и это правда. Спасибо, Андрей, держу сетку евро-ауди. Швейцарец-японец, хорошее подспорье треугольнишкам. Да, это так. Слом по стоксу. Вы знаете, я не смотрю сломы по этим индексам. Индексам. Может быть, я, конечно, не прав. Не прав. Ну, какие-то там, знаете, дневные сломы можно смотреть, наверное. Но я, наверное, еще не такой крутой аналитик. Так, Ядов. Ядов. Невероятный человек. Просто невероятный человек. Я таких не встречал никогда вообще. Артур Павлов. Добрый день. С начала года потерял больше 8 миллионов рублей. Вы золотой человек. Если вы теряете такие деньги часто, давайте мы будем торговать против вас. И мы все будем зарабатывать. И отдавать вам часть прибыли. Называется обратное копирование. Так. Потерял больше 8 миллионов рублей на маркетинге или по золоту. По золоту. Больше не торгую золотом. Спасибо за полезную информацию. Так. Дайте мне 8 лямов. Я вам из них 12 сделаю. И уже поделили 8 миллионов. Ну, на самом деле, конечно, как бы смех и грех. Мартин и золото. Это, конечно, страшная смесь. Страшная смесь. Понятно, что как бы Мартин злой и все такое. Но я еще раз говорю о том, что если вы применяете маркетинге или со стопами, даже есть сеточники с маркетинге или со стопами, роботы такие, да, у них тоже есть стопы. Можете прописывать и в долларах, в пунктах и так далее, то вы можете относительно долго существовать в рынке и плюсовать. Но если вы бросаете Мартина, то получается вот так. Нельзя бросать Мартина. Руслан, если предположить, что повышение ставки рынок будет воспринимать как отрицательное явление по причине ожидания внезапного отказа от повышения, то заберут сначала вверх, затем вниз. Все может быть. Вчера, видите, кинулись наверх и вверх не забрали. То есть продолжает набирать толпу в этом коридоре. Что может быть? Напоминаю, что ставка, ставка, это не просто одна новость. После ставки идет пресс-конференция. И она, как правило, гораздо важнее, нежели сама ставка. Чуть-таки ставка – это число. И оно может совпадать с ожиданиями аналитиков. Оно может отличаться в плюс, либо оно отличаться в минус. То есть, возможно, три варианта событий просто на ставке. И дальше, через полчаса, пойдут комментарии. Че как, да? То есть, подняли, не подняли, либо подняли, как ожидали. И дальше Паул будет оправдываться, почему он там это все натворил. И тогда уже мощное движение, в которое можно зацепиться, пойдут через полчаса после ставки. Так вот, когда выйдет ставка, маркетмейкеры могут сыграть в захват стопов. А уже, допустим, на присухе может пойти движение за стопами другой стороны. Вот такой вариант развития событий был интересен. К примеру, сейчас набирают, остаются в треугольнике, потом на ставке стреляют вниз, а на присухе потом идут наверх, как вариант. Вот меня интересуют такие вот замуты, более любопытные. Так, на этом, на этом, на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарий. И до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Forex. Всем пока.